Впрочем, было провозглашено по поводу молитвы за покой, сегодняшней темой как раз, что она недопустима для православных христиан, что молитвы только за живых людей. И Федор Кассетера, патриарх, но официально церковь православная Федора Кассетера считает отступником. И этот собор считают чуть ли не юридическим собором. Но, опять-таки, если он отступник, и если решение собора в 1815 году, если они юридические, то почему они очень так согласны с Писанием? И почему в решении этого собора указаны на Ветхие и Новые Заветы? А почему те, кто обвиняет в юрисе этого собора, они не приводят ничего такого вообще? Так что, вывод один делаю, что собор был не этическим окрасом, на основании библейским, на основании христианским. Потому что все нам нужно быть христианами верой евангельской, верой библейской. Неважно, кто мы там, православные, католики, протестанты, по обрядам, по служениям мы можем быть различными. Но главное, чтобы дух был Христов. Кто духа Христова не имеет написано, тот и не его. И неважно, какого там обряда, рода, племени, какой традиции его, какой догматики. И, конечно, пусть Бог нам поможет и благословит нас. Господь, помоги нам и благослови нас. Помоги нам не осуждать тех, кто находится в этих ересях, но помогать им, Господь. Каким-то образом? В молитве, разъясняя все это. Боже всемогущий, я прошу Тебя, те, кто пришел в этот семинар, на этот первый семинар, сегодняшним днем, Боже, благослови, Господь, и воздай им, Господь Божий. И то время, эти часы, что они, Господь Божий, отделили для этого семинара, пусть будет это временем, Господь, посвященным Тебе, Господь Божий, и временем, которое Ты очень сильно благословишь, Господь, дальнейшим, Господь. Это пусть будет их вкладом в их служение, Господь, потому что через каждую из нас Ты хочешь действительно многие души спасти, Господь. Через каждую из нас Ты хочешь действительно много совершить на этой земле в это последнее время. Боже всемогущий, я прошу Тебя, Господь, о сотнях и тысячах, и миллионах, Господь Божий, спасенных душ, Господь, и здесь, в Москве, и в области, Господь, и по всей Руси, Боже, во имя Иисуса Христа, прошу Тебя, Господь, о том, чтобы и в эти предстоящие дни, Господь Божий, радуйся, Господь, когда многие люди придут на кладбище и будут к покойникам обращаться, и молиться за них, и дать, и ложить им всякие продукты питания, помоги, Господь Божий, людям ужаснуться этого, осознать, покаяться. Кому-то, может, во сне Ты придешь, кому-то через, может, даже эти видео какие-то, какие-то наши свидетельства, но, Боже, у Тебя много дорог к сердцам людским, Господь Божий, и я знаю, что это очень многих, действительно, Ты касаешься и касался, и будешь касаться, Господь, в эти дни. Божий, и Ты вообще хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины? Боже, всемогущий, помоги, Господь, благослови нас во имя Иисуса Христа, благослови, и это Царь наш. Аминь. Вот, и, знаете, вот, на следующую субботу тогда оставлю, ну, дальнейшую же, как раз по этой теме, как это все произошло, а вообще, как пришло в жизнь Церкви, вообще, конечно, прошу, вот, тех, кто пришел, и те, кто, там, видео будет смотреть, постараюсь в ближайшее, я вот сегодня-завтра уже выставлю все это в сети, вот, прошу молиться о том, чтобы, если вы православный христианин, молитесь о том, чтобы, вот, во-первых, не спешите судить ни меня, ни кого-то другого, но спешите проверить, вот, то, что я даже сказал, вот, именно Словом Божьим, отходите в Библию, не пленитесь, пожалуйста. Если вы смещение, то вам, так говорит, со мной придет это сделать вообще, в первую очередь. Вот, значит, если вы прихожане храма, то не списывайте на то, что, вот, это не принято, допустим, это не поощряется, может, священникам вашим, есть и такие священники, к сожалению, сейчас много таких, и таких еще, что даже, и не то, что запрещают, но не поощряют священники читать Библию, но все-таки сделайте, потому что священник это и священник, он тоже человек, знаете, и ряс, и крест, и панагия, они дают нам, ну, как бы, быть безгрешными, что ли. Вот, вот, то, что даже рассказал, возьмите Слово Божье, почитайте. Вообще то, что, допустим, сам Иисус Христос говорит о молитве, почитайте в Нагорном Пробове, допустим, это потрясающе. Чему учит наш Господь? Какой молитве Он учит вообще? Молитве, которая изнутри, из сердца идет. Обращаться к Богу, как к своему Отцу. И давайте выразумеем то, что действительно ни в ком другом нет спасения. В Евангелии Атерана, в 14.6, там написано, что «Я есть путь, истина и жизнь». И он даже подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. И это не только, знаете, для протестантов, там, допустим, он сказал. Это для всех он сказал. Абсолютно для всех. Это не для какой-то категории отдельных граждан. Вот. И это без исключения. Знаете, это не то, что там теорема, на которую можно еще там посудачить. Нет. Это аксиона, друзья. Это то, что просто по умолчанию оно так и есть. Надо это признать, принять это. Хотя Иисус говорит, что есть еще те, кто перелазивающие там в славянское слово «индия», то есть пытающиеся другим путем, другими путями какими-то пролезть там в Царство, может, Божье, в небеса, к Богу. Но, знаете, это путь вора и разбойника. В контексте того, что Иисус рассказывал, официальности главе Иоанна, там, это понятно, что это путь вора и разбойника. Но таковыми, да и не будут христиане. Есть одна дверь открытая, уже два тысячелетия открытая, в которой мы можем войти и выйти, и пашет найти. Это дверь сам Иисус Христос. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет других имен, данных нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. И, знаете, друзья, вот, конечно, тоже, если вы христиане других конфессий и направлений, прошу не спешить судить, а спешить молиться за спасение душ. И по возможности, ну, может, уже не в самом, конечно, не в самом эти празднества, но на коммуне как-то, как-то расскажите, кому-то из ваших знакомых православных, что не ходит на кладбище. А если даже ходишь, что не неси туда спиртного, этого, выпивку, даже дайте ссылки на каких-то традиционных священников, не реформаторов даже, традиционных священников, которые все-таки, ну, как бы, убеждают людей не делать этого. Я вообще в свое время был в этих командировках на кладбище даже. Вот, я насмотрелся тоже, там и люди пьянствуют, и все, значит, и, ну, опять-таки, это не ресторан. Кладбище – это не ресторан, знаете ли, это не место, где можно, там, значит, покушать. И вообще, ну, представьте, в наш век, да, когда уже космические корабли, как говорится, «Баразет просторов вселенной», люди на могилке ложат, там, продукты питания. Неужели покойник это будет кушать, вообще? Ну, подумайте сами, там. Мы порой на уроках, там, смеемся, там, над фараонами, которые, там, безумие свое, просто забивали кладовки свои, загробные, значит, кладовые, там, тоннами, там, хлеба, там, и всего прочего. Вот, и слугами. И слугами, да, заодно. Ну, не сам же он будет, там, все это делать, будет, там, кашу вариться. Сегодня наш век просвещенный, казалось бы, люди с высшим образованием идут на кладбище, ложат пасочку на яичко и кожу, на могилку и ставят водку. Ну, понимаете, мы грешник, он и в Африке грешник. Вот, и выход лишь один, да, покаяться над Богом, примириться с Богом. Вот, быть евангельским, библейским верующим человеком, евангельским мыслящим, библейским верующим человеком, это очень важно. И пусть Бог в этом нас всех благословит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Данца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Вот так, так что, вот, у нас следующий семинар будет в этом зале, потом уже, опять же, я там в сетях буду выставлять информацию, где там какой-то зал, и вы там тоже поспрашиваете, ладно, где-то у Христа, поинтересуйтесь. Вот, вот, прикольно такого, даже если будет зал, формата. Жалко ли где-то, не до любого метро, чтобы людям было удобно добираться по Москве. Если бы на юге, то у них было бы вообще классно, да, вообще с юга приезжают, с Тулу приезжают. Вот, и, ну, Москва, конечно, огромная, правда, огромная простора, конечно, город простой. Даже не знаю, с какой стороны подойти к этому городу просто. Вот, вот, но вообще, дальше на май месяц молюсь о том, чтобы, вот, возможно было издать эти брошюрки все уже, как раз, тематические, такие, и продолжить, как раз, об обновленческие движения тоже. Такие, я так думаю, что вот в течение, там, мая, июня, это будут семинары, такие, знаете, вот, встречи, один раз в неделю, на какую-то тему, допустим, какие-то праздники, вот, будет, там, Троица, допустим, ну, примерно, в изнесении, там, вот, какие-то брать темы, какие-то, там, того же Милисина, того же, таких героев малоизвестных вообще, реформаторов. Вот, вот, ну, и молитесь тоже в ваших общинах, там, церквях, там, молитесь о том, чтобы тоже реформаторского православного движения возрождалась здесь вместе. Давайте сейчас напомним все ваше слово. Да. Можно? Да. А как получается в дни, ваше сам, сейчас, в псевдоносе, например, в мосердоносе? Меня тоже так порой называют, пастор Сергей, а так, псевдоним отец 7. Бог, Отец, я прихожу к Тебе во имя, Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Я просто прошу за служение пастора Сергея, чтобы его служение вошло в сердца людей и православных христиан, чтобы просто его служение было в честь Твоего, слава Твою, чтобы Твое слово велось сквозь, через уста пастора Сергея. Благослови его финансово, дай ему идеи для его семинаров, для его проповеди, просто собери людей во всю свою славу, просто чтобы в полноте Твоей явилась слава в служении этого человека, в служении пастора Сергея. Просто найди нужных людей, найди нужные финансы, чтобы пастор Сергей мог писать книги, мог печатать их, мог снимать залы, чтобы люди шли на его семинары, на его служение, чтобы просто православная церковь, она пробудилась, она улыбалась с Твоим словом. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя об этом. И прошу, чтобы Дух Святой просто переполнил сердца слушателей, пастора, чтобы Святой Дух просто наполнил сердца, вытеснил все греховное, и чтобы в сердцах было Божье Слово, истинное жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Бога мы молились. Аминь. 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 Слава Богу. Поискал? Да.